Всем привет! С вами на связи Сергей Ваншаков. Сегодня 6 января 2019 года и в данном видео я хотел бы показать, продемонстрировать, как можно подготовить свою рабочую машину для прохождения первых уроков, которые были отправлены участникам зимней школы вчера в письме. Вот такое письмо должно было вчера прийти участникам урбономики. Первое задание зимней школы. На него я буду и ориентироваться в данном видео. И в этом письме у нас с вами есть пошаговая инструкция с действиями, которые крайне желательно выполнить до 8 января включительно. Ну давайте как раз по ним и пройдем. Первое. Установить Oracle VirtualBox. У меня уже установлен VirtualBox и в принципе ни у кого сложности с его установкой не возникнет, я уверен. Поэтому давайте перейдем сразу к пункту 2. Скачать последний релиз Аира в формате оба. Это как раз формат VirtualBox. И используя IPFS или облако Amazon. Ну мы конечно же лучше покажем как с IPFS, так как с облако Amazon скачивать проблем я думаю ни у кого не возникнет. Окей. Здесь есть ссылка в письме, а можно еще зайти в поисковик и вбить GitHub Aerolab. И выйдет первой ссылкой Arbonomics Platform by Aerolab. И переходим по этой ссылке. Попадаем в GitHub организации нашей. И здесь в закрепленных репозиториях можно найти репозиторий Аира. В нем мы переходим в раздел релизы и берем релиз 0.17.0 Aira P. В этом релизе есть подраздел загрузки. И в нем есть два варианта загрузки. Первый, как уже говорилось, из облака с Amazon. И в подразделах можете найти есть OVA Image. Это как раз образ для виртуальной машины. Вторая SD Image. Это образ для Raspberry Pi. Чтобы скачать с Amazon никаких сложностей нет. Нужно просто кликнуть по ссылке. И сразу же вам предложится сохранить файлик на локальный компьютер. Интереснее скачать с помощью peer-to-peer технологии и попробовать IPFS в работе. Для этого я наложу курсор мыши на OVA Image. И можете увидеть у себя, можете увидеть у меня на экране адресацию ipfs.io. slash ipfs slash и дальше идет хэш. Давайте скопируем в буфер эту ссылку и после перейдем в консоль. Нам необходимо запустить IPFS, у кого он, как и у меня, по умолчанию отключен, но уже установлен. Запускаем. Все, IPFS запустился. У меня еще в Google Chrome плагин сообщил, что он увидел соединение с IPFS сетью. Теперь мы открываем новую вкладку и переходим в директорию. Я стараюсь соблюдать частоту и качаю в папку загрузки, как любой, наверное, нормальный человек. Итак, IPFS get. Вставляем из буфера скопированную ссылку и убираем все, кроме хэша. После чего нажимаем Enter и начинается загрузка. Как вы видите, здесь происходит магия. За 6 секунд с помощью IPFS скачался файлик весом 1,17 гигабайта. Очень хотелось бы увидеть это так всегда, но по факту, конечно, у меня просто уже был скачен через IPFS данный файл. И когда я выполнил функцию IPFS get и указал хэш, IPFS увидел в хэше уже скачен этот файл и, соответственно, перепроверил его, да и все. Это заняло 6 секунд. У вас же при скачивании первый раз скачка займет часа, наверное, полтора. Так что советую поставить на скачку и пойти погулять. Второй момент. Мы запинили данный образ на пяти машинках. Ну, я думаю, что он должен быстро найти сети IPFS, но подождите. То есть может еще несколько минут подождать, пока найдет пиров, пока начнется загрузка. И загрузка может занять где-то полтора часа. Ну, в общем, вот вы скачали образ АИРы для работы в рамках зимней школы робономики. С 17.0 релиза. И вот она у меня сейчас в Downloads. Когда качаете с облака, там не надо добавлять расширение. А когда качаете с помощью IPFS, надо в конце добавить ОВА. После чего, если у вас уже установлен VirtuBox с двойным нажатием, откроется окно импорта. Давайте поменяем название с названия NixOS и дальше много страшных букв. Например, на 0.17.0. Я отключаю USB контроллеры. Вам, скорее всего, это не надо обязательно делать. Но если тоже ругнется на USB контроллер, вот знаете, можно здесь выключить и ошибочка пропадет. Окей, все остальное оставляем по дефолту и выполняем импорт. Импорт занимает на шустренькой машинке в принципе в районе одной минуты, может даже меньше. Вот, так что, давайте еще подождем немножко. И еще немножко. Ну вот, все. Вот это у меня другой релиз. Вот наша проимпортировавшаяся Aero 0.17.0. Ничего больше не надо делать по настройкам. Нажимаем Start. Так как окошко маленькое, советую сразу перейти во View, Scale Factor и 200%. Вот. Соответственно, начался запуск Aero на NixOS с установленными пакетами IPFS, ROS, CJDNS. ETH, ETH, ETH и нами написанные пакеты, такие как Leability Service. После того, как он прогрузил все необходимые ему составные части дистрибутива и загрузился, вы увидите ASCII картинку с логотипом Aero. Ниже Aero скажет, вот мой Ethereum адрес. Это значит, что Aero после инсталляции самостоятельно сгенерировала себе адрес сети Ethereum. И потом ниже еще look.meat и там ссылка на статус Robonomics Network. И дальше IPNS на Naira. Это значит, что IPFS тоже завелся и IPNS мы видим. Осталось только проверить, что у нас с ROS все в порядке. Поэтому давайте вызовем для начала ROS topic list. Видим, что у нас здесь есть все топики, связанные с Leability. Есть стандартный ROS out и есть еще один граф greeting, топик, который нам нужен будет в первом уроке после инсталляции. Теперь переходим в ROS, еще выполним нод, лист, посмотрим узлы. Есть граф тоже и по Leability тоже у нас по обязательствам ноды присутствуют. Ну все, в принципе на этом можно считать, что установка выполнена успешно. И приступать к первому уроку из письма, в котором мы с вами должны послушать, кто есть в сети. Ну или как минимум кинуть клич в IPFS PubSub и увидеть свой же клич, что мы сейчас на втором шаге и попробуем данного видео. Ну точнее следующего видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.